18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Почему бы не сделать здесь зеленую точку со скамейками и расширить остановку? Остановка по требованию. Общественность просит главу города не допустить строительства торгового объекта на месте остановочного павильона в центре «Анапы». Анапский робот покорил Сочи. Достижения юных инженеров из «Анапы» высоко оценили на фестивале робототехники. 200 – это 200. Это моя мечта сбылась. Тяжелый спорт. Настоящие богатыри выясняли, кто сильнее на городском турнире по пауэрлифтингу. Глава города курорта в ходе планерного освещения поручил провести ревизию торговых мест в городе-курорте. Необходимо, чтобы все предприниматели работали на законных основаниях и платили налоги. Вместе с тем анапчане бьют тревогу. Город превращается в рынок, причем нередко за счет социальной и общественной инфраструктуры. Сегодня же жители центральной части города обратились к властям. По их словам, предприниматель застраивает одну из узловых автобусных остановок. Плакат с извинениями, уже ставшими дежурными. Полиграфия, подчеркивающая красоты города-курорта. За забором уже начали готовить площадку. В паспорте объекта говорится, что здесь будет точка общепита, а что будет с остановкой, не ясно. Временная конструкция внутри пара обычных скамеек. По словам местных жителей, она появилась вчера, и если столько места останется после окончания строительства, то в часы пик здесь будет просто не развернуться. Не устраивает то, что убирается остановка, которой здесь очень много останавливается маршруток автобусов, которые в станице едут все. Не устраивает то, что убирается все зеленое насаждение, которые дышать нечем людям. Почему бы не сделать здесь зеленую точку со скамейками и расширить остановку, так как это центр города, а не пищеблоки, не торговые точки. Здесь рядом рынки, очень много магазинов, здесь и так очень много набито всякого строения. К чему здесь это строительство? Людям что-то для людей нужно сделать? Воздуха не хватает, нам не хватает воздуха. Инициативная группа направилась к городскому отделению партии «Единая Россия», где жители написали обращение на имя секретаря местного отделения партии, главы города Юрия Полякова. Потому что в Анапе уже за семьи магазинов и всяких центров торгов. В этом вопросе городские власти солидарны с жителями. На городском планерном совещании Юрий Поляков поручил заняться торговыми рядами, разобраться, все ли работают легально. Я хотел, чтобы вы разобрались, все торговые ряды, которые у нас есть по муниципальному образованию, то есть кому они принадлежат, кто платит налоги, кто работает в этих торговых рядах, какие налоги они платят, на каком основании они все находятся. Одна из задач, которую ставит предподчиненными глава администрации – ликвидировать стихийные и незаконные торговые точки. Это только часть масштабной программы по обновлению имиджа курорта. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Новый водовод в село Ветезево и канализационный коллектор вдоль Пионерского проспекта запустят к лету этого года. Об этом в ходе визита в Анапу сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев. Проект реализуется на федеральные деньги в рамках создания туристического кластера Анапу-Триш. Николай Королев обсудил ход работ с краевым министром курортов, туризма и олимпийского наследия Христофором Константиниди, а также главой муниципалитета Юрием Поляковым. Планы мы сегодня обсудили и с мэром города, и с Краснодарским краем. В этом году мы введем в эксплуатацию. Вот это наша задача, наша цель, поэтому надеюсь, все будет хорошо. В муниципалитете продолжаются отчеты глав сельских округов за 2017 год. Какие проблемы удалось решить, а над какими еще предстоит работать в Субсехском сельском округе, перед жителями вверена территория и ответ держал глава местной администрации. В 2017 году в Субсехском сельском округе отремонтировали более 15 километров дорог. На новое покрытие улицы ямочный ремонт ушло порядка тысячи кубометров щебня, а серебряную в селе Субсех расширили и заасфальтировали. Это позволило и изменить маршрут движения общественного транспорта, сделав его более удобным для жителей. По их же просьбе стало доступнее и ярмарка «Привоз». Ее перенесли на центральную улицу Шевченко и благоустроили территорию. Появились новые тротуары в Субсехе по улице Горького и Сукона, переулке Дорожный. Удалось решить многолетнюю проблему подтопления низменных районов. Путем строительства ливневых канализаций на улицах Шевченко и Зеленые, а на Садовой проведены масштабные работы про очистки ливневок. Отремонтирована дорога, ведущая к детскому саду. Решен ряд проблем в социальной сфере. Строительство КТП и высоковольтной линии по улице Желанной в селе Суко для энергоснабжения будущей котельной. Следующее. Произведена замена водопровода по улице Солнечной села Большой Утриш. В конце 2017 года была решена одна из важных проблем. Детский сад в селе Сукцех наконец-то подключили также к центральной канализации, у которого не было на протяжении всего времени. Стоимость работ составила 1 миллион 400 тысяч рублей. Это средства муниципального образования, которые еще в 2016 году были заложены в бюджет по инициативе наших депутатов. В завершающей стадии находится строительство котельной по улице Желанной и села Суко, стоимость которой составила 49 миллионов рублей. Основная часть средств была выделена из бюджета Краснодарского края. В планах продолжить ремонт дорог и тротуаров, строительство детских площадок. В Варваровке будет построена амбулатория при софинансировании частного инвестора. Сейчас идет оформление документации. А в субсехе Суко планируется строительство клубов. Отчет главы для селян – это не только возможность узнать о проделанной работе в округе и приоритетных планах на ближайший год, но и получить ответы на личные вопросы. А на них отвечает не только глава, но и специалисты всех профильных управлений городской администрации, а также представители предприятий ЖКХ. И по такой схеме отчеты проходят во всех сельских округах. Сразу пять тренажерных площадок появятся в Виноградном сельском округе. Об этом в беседе с нашим корреспондентом рассказал глава сельской администрации Александр Кудаев. Это приз за победу на муниципальной спартакиаде. Цикл соревнований начался весной прошлого года. В программе были самые разные виды спорта – легкая атлетика, командные игры и состязания. По словам Александра Кудаева, установка на победу, безусловно, была. В поселке Виноградный есть большой стадион, где проходит крупное соревнование, в том числе фестиваль силового экстрима. Прошлым летом в спортивной школе «Олимп» открыли после реконструкции зал игровых видов спорта. Уже в ближайшие недели начнется установка новой инфраструктуры. Буквально завтра уже забираем, и как только погода позволит, мы их будем останавливать. Значит, три площадки пойдут на Виноградный поселок. Это будет установлено в школе, возле спортивной школы «Олимп». И у нас есть такой двор на квартирные дома, где стоят. Там почти 80 квартир, много молодежи. Одну площадку там поставим. Это то, что касается Винограда. Еще одну площадку будем ставить в Суворо-Черкесском. И одну в школе на Уташево, 24-й школе. Анапы вновь в числе победителей. В Сочи завершился и фестиваль «Робофеста-2018», на котором команда курорта заняла первое место в направлении «Хеллоу, робот-опен». Всего в фестивале приняли участие 300 юных инженеров из Абхазии, Калмыкии, Ростовской, Астраханской областей и Краснодарского края. Анапы представляли воспитанники станции юных техников. Победители получили путевку в Москву на всероссийские соревнования. Над моделью робота-погрузчика Семен Каримулин и Григорий Жерлицын трудились несколько месяцев. Именно он принес им победу на фестивале «Робофест-2018». Модель не радиоуправляемая, она работает на цветовых сенсорах. Робот с легкостью не только следует по заданному маршруту, но и собирает кубики определенного цвета. Задача юных техников – отладить работу сложного механизма. В процессе создания робота у нас появляется проблема с отладкой важных элементов, которые у нас появляются в момент сборки. Мы по отдельности отрабатываем каждый элемент программы, потом их все вместе совмещаем, и у нас получается готовая конструкция, готовая программа. Мне с детства нравилась инженерия, я любил роботов. Мне все это все время нравилось. И вот когда в шестом классе я решил записаться на кружок роботехники. Потому что для меня это все с детства было увлекательно, и я вообще хочу связать с инженерией роботехники свою жизнь. Оба подростка – лауреаты премии главы города. Свои таланты раскрыли здесь, на станции юных техников, которой в этом году исполняется 50 лет. Кружок робототехники существует с 2012 года. Обучение многоуровневое, от простого к сложному. Сначала ребята мастерят радиоуправляемые модели из конструктора Лего, а дальше переходят к проектированию и моделированию авторских роботов. Мы участвуем в программе «Инженерно-технический кадр инновационной России». В этом году начали сотрудничать с Петербургским центрально-научно-исследовательским институтом робототехники и технической кибернетики. И стараемся принимать участие в большинстве, на мой взгляд, интересных робототехнических соревнований. Сейчас юные техники создают новые модели роботов. Это по-настоящему уникальные экземпляры. Детали для новых изобретений печатают сразу на нескольких 3D-принтерах. У Семена Каремулина и Григория Жирлицына особая задача. Они готовятся ко всероссийским соревнованиям по робототехнике и технической кибернетике. Уже полностью готова и просчитана компьютерная модель будущего изобретения. 3 марта анапские юные техники будут защищать честь курорта в столице. Руслан Душевский, Анапа-регион. Кто сильнее, выясняли анапские тяжелоатлеты в одном из спортивных клубов курорта. В минувшие выходные прошел открытый любительский турнир по пауэрлифтингу. Организаторы мероприятий Управления по делам молодежи и Центр патриотического воспитания «Ратмир». В состязаниях приняли участие 25 силачей. За ходом поединков следила наша съемочная группа. Турнир проводится в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы и посвящен Дню освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. И, как говорят организаторы, это тот самый случай, когда главное не победа, а участие. Данный турнир является любительским, поэтому мы делаем достаточно взвешенные поблажки. Здесь нет прям жесткого судейства. Стараемся заинтересовать молодежь, воспитать в молодом поколении более стойких, уверенных людей с правильным жизненным ориентиром. Мы специально данные мероприятия силовые стараемся приурочить к великим датам нашей истории. Традиционные дисциплины – становая тяга и классический режим лежа. В самом начале турнира в весовой категории до 80 килограммов высокую планку задал Алексей Хикало. В то время, как его соперники поднимали 90, он сразу взял 125. Я занимаюсь около пяти лет. Я начинал с турников, с брусьев, постепенно перешел на гантели, оттуда уже на штанги. И относительно недавно занимаюсь пауэрлифтингом. Всего года полтора. Первое выступление мое было 100 килограмм, я пожал в 15 лет. Собственный рекорд установил и Сергей Громов. Он отжал от груди 200 килограммов. Несмотря на то, что штангу поднимает с детства, к этой цифре шел долго. Какой-то отдельной программы нету, но самочувствую. Подходим к соревнованиям, готовимся. Показываем неплохие результаты сейчас. 200 – это 200. Это моя мечта сбылась. По итогам соревнований в категории до 90 килограммов победу одержали Александр Полудневич и Андрей Калюжный. В категории 100 килограммов Сергей Громов и Николай Погорелый. А в категории выше 100 – Роберт Худинян и Сергей Медовник. Участников турнира ждали не только медали и грамоты, но и творческий подарок от клуба спортивного танца «Нью Планетс Китс». Далее информация о партнере программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok